Ольга Каратаева. Сокровенно. Глава первая. Адриан. Я посмотрел в зеркало и надвинул капюшон ниже на глаза. «Что, красавчик?» — съязвил Ларри. «Налюбоваться на себя не можешь. Не за чем привлекать лишнее внимание. Холодно осадил я старого друга. А я думал, вы, ребята, в зеркалах не отражайтесь. Не успокаивался он. Я лишь поджал губы и двинулся к выходу из туалета. Руси нервничает. Я его не виню. Ведь мой друг всего лишь человек и здорово рискует, составляя мне компанию этой ночью. Следи за дверью». Тихо предупредил я и погрузился в едкое облако веселого смога, наполняющего один из дрянных баров на окраине Дерка. В этом районе, ближе к середине, имелись заведения и похуже. Но затащить туда было бы затруднительно даже бравого полицейского Ларри Руси. И не потому, что мой друг слабак. Ларри не раз доказал доблесть, порой граничащую с безумием, а потому, что он достаточно разумен, чтобы не лезть на чужую территорию. «Вот они». Раздался шепот, но я и сам заметил дружков Монгомери. Сам Стэнли сидел в обнимку с какой-то бледной девицей и собственническим взглядом окидывал ее подругу. Та ерзала на стуле так, будто сиденье было под током и мечтательно посматривала в сторону двери, явно желая покинуть это место. Но в то же время, понимая, никто ей этой радости не позволит. Я с легким раздражением заметил на тонком запястье девушки светящуюся цепочку. Для всех других это был золотой браслет. Но любой вампир клана черной крови не только разглядит исходящее от металла сияние, но и безошибочно определит, чья метка стоит на жертве. — Жаль, что глупые девчонки так падки на красивые украшения и не понимают, как легко позволяют завлечь себя в ловушку. — Видишь, блондинку? — присаживаясь за стойку, уточнил Ларри. — Пирс о ней говорил. — Я догадался. — Скривился я, понимая, что информатор Росси принес поганую новость, и она оказалась правдой. Фернанду не понравится, что его единственный сын играет с Нисси. — Почему ты называешь человеческих женщин Нисси? — кивнув бармену. Ларри принял у него наполненный бокал. — Предложил мне. — Будешь? — Травись в одиночестве. — Усмехнулся я. — Ах да. — Приподнял брови Росси. — Ты же предпочитаешь совсем иные напитки. — Так что с Нисси? Это имя? — Как Барби или Кен? — Кличка, которой вы обозначаете кровавых ш... Эээ... блудниц. — Не кличка. Рассматривая новую жертву Стэнли, задумчиво пробормотал я. — Похоже, он ее еще не тронул. — Что нельзя сказать о второй? — Ее уже не спасти? — деловито уточнил друг. — Их обеих не спасти. — Отвернулся я. — Ты не вмешаешься? — удивился Ларри. — Обязательно вмешаюсь. Хищно оскалился я. И, вздрогнув, мгновенно позабыл о князе Клана Черной Крови и его заигравшемся сынучке, потому что увидел... — Ее. — Кто это? — проследив за моим взглядом, заволновался Росси. Я же пытался вспомнить, как надо дышать, и не мог оторвать от незнакомки взгляда. Темные волосы обрамляли бледное лицо, на котором почти не было косметики. В ней не было необходимости. Девушка была прекрасна. Густые ресницы бросали тени на высокие скулы, а пухлые губки, пусть и были недовольно поджаты, поражали сочным ягодным оттенком. Но больше всего меня ошеломили ее глаза. Огромные, невероятного оттенка натурального аквамарина. Они так и светились силой духа. Такой взгляд я мог бы встретить у воина клана черной крови, или у неподкупного полицейского, или в зеркале, но не у хрупкой с виду девушки. Кожаные брюки облегали ее длинные стройные ножки, а кожаный корсет подчеркивал высокую грудь. Чем больше я смотрел на незнакомку, тем сильнее хотелось вырвать глаза к каждому из присутствующих. Я слышал их желание, и сам не заметил, как ладонь моя оказалась на рукояти кинжала. Адриан, обеспокоенность в голосе Руси показывала, что от друга не укрылось это движение. Я глубоко вдохнул, пытаясь взять себя в руки, но тот же пожалел об этом, потому что ощутил ее аромат. Так пахнет утро на затерянном в океане острове. «Свежесть зелени и терпкость морской соли с чарующей ноткой экзотических цветов». Я захотел эту женщину, и, осознавая, что сам оказался на грани того, чтобы стать похожим на Стэнли, решительно поднялся с барного стула. «Ты куда собрался, приятель?» — сквозь зубы прошипел Ларри. Но я не мог остановиться. Мне нужно было покинуть это помещение, пока я не сорвался и не наполнил его трупами и кровью. Пока не добрался до нее, пока не присвоил прямо здесь, еще предстояло пройти мимо и, подвергнув окружающих страшной опасности, сдержать свои инстинкты. Каждый шаг напоминал прогулку босиком по объятому пламенем полу, щедро усыпанному битым стеклом и ржавыми гвоздями. И чем ближе я подходил к осматривающейся девушке, тем сильнее ощущал жажду, которую давно уже обуздал. Так мне казалось до этой встречи. Кто она? Я отвернулся и сильнее надвинул на лицо капюшон, лишь бы не встретиться с ней взглядом. Только бы не поддаться моменту и не превратиться в необузданное животное. Чудовище, опасное не только для Дерка, но и для всего Китиуса. «Да что с тобой?» — догнал меня Ларри. Друг вцепился в мой локоть и заставил посмотреть на себя. «И что это за девчонка, при виде которой ты удрал, как побитый щенок?» «Это я с вожделением посмотрел на закрытую дверь бара, за которой осталась незнакомка, отчаянно мечтая снова ощутить ее аромат, а еще лучше — ее тело и кровь», — ответил Горько. «Она мой личный ящик Пандоры, друг. Моя Нисси. Я уже и не думал, что встречу ее. Мечта и страх вампира. Его жизнь и смерть. Именно с этим и пытается бороться юный Стэнли. И я его понимаю, но не приемлю методы». Вынул из-за пояса кинжал и оскалился. «Прогуляемся, дружище?» «Давно пора». Нервно вытащив пистолет, пробормотал Ларри. В это время, судя по моему чутью, младший Монгомери покидал бар через черный ход. Со всей своей шайкой и с двумя человеческими девушками, участь кинжалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова